Як-42 Як-42 – один из последних пассажирских самолетов, созданных в СССР. Его начали разрабатывать в 1972 году, а уже спустя два года построили первый летный экземпляр, который поднялся в воздух 7 марта 1975 года. Невероятно по нынешнему времену скорость проектирования. Особенно если учесть, что полетевший не так давно МС-21 создан на основе проекта Як-242, который в свою очередь задумывался как глубокая модернизация Як-42. А тогда, в 70-е годы, в КБ Як-42 пошли по простому пути. Взяли удачную концепцию самолета Як-40 и промасштабировали ее в сторону увеличения. Три двигателя в хвосте, Т-образное хвостовое оперение, стройный трап. Первый прототип Як-42 даже имел почти прямое крыло, аналогичное крылу Як-40. Однако, такой контур крыла был признан неудачным и в серию самолет пошел уже со стреловидным крылом. Як-42 создавался для замены уже даже на тот момент устаревших Ту-134, но полноценной замены им так и не стало. Унесшая 132 жизни катастрофа 1982 года под Наровлей была вызвана конструктивными недоработками самолета. Для их устранения эксплуатацию Як-42 пришлось приостановить на два года. В 1988 году появилась модификация с увеличенной дальностью полета Як-42Д. Ее серийное производство на Саратовском авиазаводе продолжалось вплоть до 2003 года. Но даже несмотря на это, Як-42 в итоге было выпущено в разы меньше, чем Ту-134. 42-е Яки все еще продолжают эксплуатироваться в трех российских авиакомпаниях. Летают они и в различных ведомствах. Но сегодня речь пойдет не о них, а о судьбе одной из первых опытных машин. Вернемся в самое начало. Первый прототип Як-42, тот, который с прямым крылом, был признан неудачным и до наших дней не дожил. Его распилили в 1990 году. Со вторым прототипом вышла детективная история. В мае 1977 года он отправился на авиасалон в Лебурже, но потерпел аварию при посадке на дозаправку во Львове. Фюзеляж развалился на части и загорелся, но обошлось без жертв. Пожарные долго собирали по всему взлетному полю сувениры и подарки, которым под завязку был набит самолет. А на авиасалон срочно подготовили третий прототип. В условиях строжайшей секретности ему изменили бортовой номер. Этот самолет сохранился. Он и сейчас гордо несет на борту выставочный номер 343, как напоминание о тех событиях. По сей день он служит учебным пособием в Киевском авиационном университете. Хранится в ангаре, в рабочем состоянии, хотя и частично препарирован. Пятый прототип, если верить легенде, Светлана Савицкая посадила на аэродром Смышляевка, где он уже 37 лет помогает проходить практику студентам Самарского аэрокосмического университета. Еще один прототип, но уже из числа серийных машин, можно увидеть в Москве, на ВДНХ. Самолет также выставлялся в Лебурже, но в 1979 году. За прошедшие годы самолет полностью лишился интерьера пассажирского салона. Был несколько раз перекрашен. Хотя, конечно, ему повезло гораздо больше, чем соседу, предсерийному Ту-154. А нас сейчас интересует четвертый опытный Як-42 с бортовым номером 4232. Ему посчастливилось попасть в известный рекламный ролик советского внешторга. Самолет был выпущен 22 апреля 1978 года московским машиностроительным заводом «Скорость». 17 мая летчик-испытатель Михаил Шевяков поднял его в небо. 1 июня он поступил на летную испытательную и доводочную базу ОКБ «Яковлево». Налет за время испытаний оказался небольшим – всего 177 часов 39 минут, 112 взлетов и посадок. Не прошло и трех лет, как самолет был списан. 11 февраля 1981 года летчик-испытатель Владимир Лягушкин перегнал его в Монино, посадив на замерзшую полосу старого грунтового аэродрома. Так самолет оказался на вечном хранении в музее ВВС. От тех времен осталось совсем немного кадров. Вот Як-42 позади прилетевший годом ранее Ту-144 Як-40. Вот он же спустя несколько лет. Позади видно прилетевший в 1986 году бомбардировщик 3МД. В советское время самолет был доступен для внутреннего осмотра. После глобальной музейной перестановки 1989 года Як-42 занял свое нынешнее место в секторе пассажирской авиации между Як-40 и Ту-124. А дальше? Дальше все пошло по знакомому до боли сценарию. Распад страны, снятие музея с довольствия, мародерство и забвение. В 2005 году в музее начали работать волонтеры. Трезво оценив свои силы, они решили ограничиться внешней помывкой и оставить самолет до лучших времен. Наконец, в 2019 году лучшие времена для А-42-302 наконец наступили. Звучит парадоксально, но толчком к этому служила страшная авиационная катастрофа. 11 февраля 2018 года вылетевший из Домодедова Ан-148 с саратовских авиалиний упал в Раменском районе Подмосковья. Погиб 71 человек. В мае того же года, по результатам проверок, Росавиация аннулировала сертификат авиакомпании. Оставшиеся под маркой «Саратов авиасамолеты» были выставлены на продажу. 14 марта 2019 года последний летающий Як-42 покинул аэропорт Саратов-Центральный. Оставшимся на летном поле машинам была уготована утилизация. Однако, благодаря неравнодушным любителям авиации, в частности Илье Лаушкин, а также доброй воле руководства саратовских авиалиний в лице Игоря Натыкана и Анны Озерской, монинским волонтерам удалось добыть наиболее острые необходимые запчасти с подготовленных к утилизации бортов. В Монино был доставлен комплект иллюминаторов, центральная панель приборной доски и огромное количество мелких деталей. Суммарный вес посылки превысил 100 кг. Вкупе с тем, что было накоплено волонтерами за предыдущие годы, это позволило приступить к постановлению экспоната. Работа впереди предстоит колоссальная. Недостаточно просто прикрутить все на место и протереть пыль. Вандалы уничтожили 9 иллюминаторов, сломали панели индивидуального освещения и повредили практически все мелкие детали интерьера. Пассажирские кресла многие годы хранились в ангаре. Поролон в них успел сгнить. В кабине пилотов не осталось почти ни одного целого прибора. Повезло, что несколько панелей приборной доски уцелели в музейном хранилище. Судя по шильдикам, они пролежали там аж с 1992 года. Снаружи самолет выглядит отвратительно. Краска посыпалась, налипло много грязи. Шасси полная беда. 30 лет назад самолет поставили на асфальтовую дорожку, которую он благополучно продавил насквозь. Машин нужно вывешивать, ремонтировать колеса и устанавливать на бетонные плиты. На данный момент волонтеры уже проделали огромную работу по приведению Як-42 в порядок. Сотрудники музея тем временем выкосили вокруг траву, срезали кусты. Совсем немного оказалось нужно, чтобы этот уголок музея перестал выглядеть заброшенным кладбищем самолетов. Подробнее о том, что сделано на данный момент, я расскажу в следующих видео. Мы только в начале пути. Впереди большая работа. Мы очень надеемся, что уже 9 мая 2020 года любой желающий сможет попасть внутрь восстановленного Як-42. Впервые спустя почти 30 лет. Подписывайтесь на странички волонтерского отряда Мунинского музея в социальных сетях. Заходите на наш сайт. Там будут появляться новости о восстановлении Як-42. Все нужны ссылки вы найдете в описании под видео. До новых встреч! Текст читал Андрей Хомич. Текст читал Андрей Хомич.